Привет! Вы нашли это видео, потому что, скорее всего, у вас не работает прикуриватель или розетка в автомобиле, либо она сломалась вот-вот только что. И не спешите расстраиваться, и уж точно не спешите ехать сразу в автосервис и отдавать свои кромные. Скорее всего, все можно будет исправить своими собственными руками. И в этом видео я расскажу, как. На примере своего автомобиля, а это Subaru Outback 2015 модельного года, у меня есть две розетки, или точнее, розетка, которая находится в подлокотнике, и прикуриватель, который в центральной консоли спрятан. Чаще всего прикуриватель или розетка выходят из строя по причине подключения к ней более мощного оборудования. Вот в моем случае так получилось, потому что я подключил компрессор. В передней консоли, там, где переключение коробки передач, находится именно прикуриватель. Он менее мощный, а сама силовая розетка, она именно в подлокотнике. Я много раз подключал в розетку подлокотники, также много раз подключал в прикуриватель. И у меня, в принципе, накачивались колеса, и проблем не было. Но буквально вчера я поменял колеса, и стал подкачивать в них давление. И как только включил, он буквально пару секунд поработал, и тут же перестал. Ну, где-то какое-то, возможно, короткое замыкание или сильное напряжение. И, привет, розетка перестала работать. Сейчас я это продемонстрирую. Итак, когда я подключаю штекер моего компрессора в подлокотник. Он начинает как раз качать и надувать воздух. Но когда я подключаю его к прикуривателю. Ничего не происходит. В основном я всегда использую розетку для прикуривателя под мой регистратор. Ну, ведь я же не курю. Но на регистратор также не подается питание. Итак, мы убедились, что в нашем случае у нас работает розетка, но не работает сам прикуриватель. Что же нужно сделать? Конечно же, найти блок предохранителей. Как правило, он всегда находится рядом с левой коленкой под рулем. Под крышкой нам нужно найти обозначение 12 Вольт Сокет. 20 Ампер. Это и есть как раз вот розетка силовая, которая находится у нас в подлокотнике. А также нужно найти Сигар, что означает прикуриватель. 10 Ампер. Ищем их. Я повторюсь, на моей машине это Subaru Outback 2015 модельного года. Это второй и седьмой. В вашем случае может порядковый номер отличаться. Но даже если по какой-то причине эта табличка отсутствует, то можно методом тыка вычислить, что 7,5 Ампер, а здесь их больше половины, и 15 не подходит. Нужно 10 и 20. Можно пойти по-другому. Включить зажигание, взять мультиметр и пройти и прозвонить каждый предохранитель. В нашем случае они находятся вот здесь. Номер 2 и номер 7. 20 и 10 Ампер. Тут есть цифра обозначения, но она еле видна. Наверное, камера даже не сможет ее показать. Мы нашли местоположение наших предохранителей. Что делаем дальше? Открываем капот. Под капотом мы находим второй отсек для предохранителей. Как правило, он на двух клипсах. Снять его не представляет труда. Из такого многообразия нам нужно здесь только вот такой вот пинцетик. Он как раз поможет нам извлекать вот такие вот маленькие предохранители. У пинцетика есть специальные усики. Мы знаем, что у нас работает розетка силовая, но не работает прикуриватель. Под номером 7, как раз на 10 Ампер. Вставляем наш пинцетик. Зажимаем. И с усилием вынимаем наш предохранитель. Да, вот в этом есть проблема. В этом маленьком квадратике. Но свою роль он сыграл. Возможно, спас от короткого замыкания всю проводку. Молодец. Но пора заменить. Далее мы снова возвращаемся в подкапотное пространство. Переворачиваем крышку и видим, что здесь производитель позаботился о нас. И предложил заранее поставить сюда несколько предохранителей. У меня есть на 30, на 20, на 25. К сожалению, нету на 10 и на 15 тоже нет. Поэтому придется пойти и купить. В одном магазине я нашел вот такой предохранитель маленький. Он именно для японских машин. На 15, к сожалению, на 10 не было. Но я подумал, ну какая разница, подумаешь. Всего на 5 Ампер больше. 45 рублей с меня содрали. В другом магазине я нашел вот такой вот комплект. Он стоил всего 120 рублей. Здесь даже вот специальная прищепочка вот эта есть. Пинцетик. Каждого по два. Ну, как бы на будущее. Вот рекомендую вам сразу купить комплект. На будущее, на всякий случай. И не рекомендую ставить, вот как я сначала подумал, на больший ампераж. Кто-то может сказать. У меня розетка стоит в подлокотнике на 20 Ампер. Точно такая же с виду стоит прикуриватели. Подумаешь, поставлю туда тоже там 15, а то и 20. И в следующий раз у меня не будет проблем, ничего не перегорит. Дело в том, что в самом прикуривателе тоже стоит небольшой предохранитель. Он в виде какой-то палочки, которая соединяет два контакта. Но если скачок напряжения будет достаточно мощный, а предохранитель его пропустит, то тогда перегорит тот маленький предохранитель, который находится на самом прикуривателе, на самой вот этой розеточке. Я найду фотографию, сейчас ставлю. И тогда придется разбирать часть обшивки консоли, для того, чтобы был доступ к этой розетке, и можно было произвести ремонт. Так что, если у вас от производителя рекомендация ставить туда 10 ампер, значит 10 ставьте. Ну что, поставим и проверим. Не рекомендую через прикуриватель также запускать компрессор. Мы сейчас это сделаем без нагрузки, только для того, чтобы проверить. Если видео было интересно и полезным, поставьте большой палец кверху и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. С вами был Сергей Перетягин. До новых встреч в эфире. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok